Сладкий подарок благополучно уплетен, очень хорошо. Так, вот мы находимся на площади Абхазии, здесь белорусская ярмарка открылась. И я, как ценитель зефира и мармелада, хочу рассказать вам про цены. Мы выбрали здесь в этом ряду только один лоток. Давайте посмотрим цены. Вот мармелад, пастила, зефирина. Вот это все огромный ассортимент. Вот это белорусские продукты. Посмотрите. Это вот что? Это все мармелад в различных формах. А вот дальше пастила там, да? С различными начинками. Из груши, со всякими вот... И на агаре есть, вот смотрите, на агаре. Вот это и на пектине, вот что на сопо цене. Вот мы посмотрим, если можно. Для вас все можно. Спасибо. Ну, мы цены увидели, да? Да, сейчас отойдем, а то тут нас уже... А теперь вот хотелось немного сказать. Да. От ветеринара, который очень любит зефир и мармелад, вот эти цены, которые они продают, это того не стоит. Это очень завышенные цены. Вот эти продукты, зефир и мармелад, они самые простые в изготовлении. Там что нужно? Яблоки, вода, яичный остаток и... И присыпка. Все, это... Больше там ничего не требуется. И вот просить такие деньги, они лукавят, понимаете? У нас есть превосходные фабрики, Жако, и Нальчикская фабрика, вот где Дея находится. Там все это стоит в два с половиной раза дешевле. Килограмм зефира стоит 140 рублей, а не как здесь 300. И мармелад также стоит. Поэтому не покупайте именно зефир и мармелад здесь, они лукавят. Рома, в комментариях напишут, сколько тебе заплатили, значит, Жако там и так далее. Три коробки Жако заплатила, а Дея заплатила 10 коробок мармелада. Вот они поверят в это, ты сейчас шутишь, но они... Я не говорю на полном серьезе, они мне проплатили 10 коробок зефира. И все, запомните, у нас... Вот интересно, как можно покупать зефир и мармелад у нас в республике? Когда у нас все засажено яблоками. А пектин, это сухое яблоко, перетертое в муку. Его добавляют во все сладости, как желеобразователь, загуститель. Ну, не знаю, зачем переплачивать белорусам. Они нам братья, но не в кондитерских изделиях. У нас этого всего своего хватает. Ну, если честно, и про мясо я бы то же самое сказал. Пусть вот белорусы едят мясо у себя там. У нас здесь есть баранина и говядина, не надо вот это покупать, колбасы. Не надо, ну, туда я не лезу. Вот про сахар я... За святое, да? Да, за святое моему желудку. А вот колбасы это потом когда-нибудь поговорим. На следующий раз. Да, все, давай. Вот. Да.